Друзья, привет из Австрии! Сегодня покажу топ-10 горнолыжных курортов в Австрии, по моему мнению. Уверен, что будет полезно, так как я работаю здесь уже 10 лет горнолыжным и сноуборд-инструктором. Кстати, давай поиграем в игру. Напиши в комментариях прямо сейчас, как ты думаешь, какие горнолыжные курорты займут первые три места. А в конце видео уточни, согласен ли с моим распределением мест. Ну а теперь погнали к топу. Открывает десятку Целямзе Капрун. Это симпатичное место в федеральной земле Зальцбургерланд. Особый шарм деревушки Целямзе придает живописное горное озеро Циллер, на берегу которого и находится горнолыжный курорт. И когда спускаешься по трассам, на это озеро открывается просто незабываемый вид. Из минусов можно отметить небольшую высоту курорта Целямзе. Он весь находится на высоте до двух километров над уровнем моря. Но это как раз полна компенсирует ледник Китштейнхорн. Он находится всего в 15 километрах неподалеку от деревушки Капрун. Для катания непосредственно в Целямзе я советую выбирать разгар зимы. Ну а в случае теплых дней всегда можно поехать на ледник, где высота достигает 3200 метров. Общая протяженность трасс на двух курортах составляет 138 километров. Далее возвращаемся в наш любимый Тироль. И тут, в 45 километрах от Инсбрука, находится самый большой ледниковый горнолыжный курорт в Австрии – Штубай, который занимает почетное девятое место в нашем топе. Здесь 65 километров трассы, перепад высот от 1695 до 3210 метров, что позволяет кататься по отличному снегу с начала октября аж до середины мая. В Штубай я советую приезжать в первую очередь осенью и весной, ведь в разгар зимы на такой высоте может быть прохладно. Хотя в таком случае можно посетить другие горнолыжные курорты в долине, например, Шлик-2000. Ну а на восьмом месте находится горнолыжный курорт Зальба-Хинтерглем. Это третий по протяженности трасс горнолыжный курорт в Австрии, которых здесь 270 километров. Зона катания Зальба-Хинтерглем также соединена с горнолыжными курортами Фибербрун и Леоганг. И более того, купленный здесь скипас работает также в Целямзе и Капрун. Таким образом, общая длина трасс составляет уже 408 километров. Правда, нужно иметь в виду, что от Зальба-Ходоцелямзе необходимо проехать 18 километров на машине или на автобусе. Ну а минус у этого курорта снова относительно небольшая высота. Таким образом, приезжать сюда лучше в разгар зимнего сезона. На седьмом месте я расположил Майрхофен. Это очень симпатичная деревушка и курорт в долине Целерталь. Перепад высот курорта от 640 метров до 2,5 километров. При этом большинство трасс расположены достаточно высоко для отличных снежных условий. Помимо самого Майрхофена, я бы еще очень советовал заглянуть на ледник Интертукс, который находится всего в 19 километрах на лыжном автобусе. Отдельный бонус, что по долине проложена узкоколейка, по которой на поезде можно добраться до еще нескольких отличных горнолыжных курортов. Кстати, у нас на канале есть обзор горнолыжного курорта Майрхофен. Ссылка на него будет в прикрепленном комментарии и здесь. Ну а на шестом месте находится Китсбель. В том числе благодаря тому, что здесь проходит, пожалуй, самый известный этап Кубка Мира по скоростному спуску на трассе Ханенка. А еще в этом году в регионе Китски вместе с регионом Ски-Вэльт-Вильдер-Кайзер откроется самый длинный в мире горнолыжный круг. Этот круг будет составлять 80 километров трасс, во время которых не надо будет ни по одной трассе проехать два раза. Я в этом году постараюсь до туда добраться и показать вам этот маршрут. Так что обязательно подпишись на канал, чтобы не пропустить. Курорт Китсбель также находится не очень высоко. Его перепад высот от 800 до 2000 метров. Но зато курорт имеет 234 километра трасс, которые, кстати, проверены внешней фирмой. Если не смотрели мое видео, как горнолыжные курорты хитрят с длинными трасс, то посмотрите, оно будет в правом верхнем углу. А с открытием круга Китс Ски-Вэльт-Тур к этому великолепию, скорее всего, еще добавится 288 километров из зоны катания Ски-Вэльт-Вильдер-Кайзер. Пятое место. Цилерталь-Арена. По названию можно понять, что этот курорт, так же как и Майрхофен, находится в долине Цилерталь. На этом курорте мы впервые побывали только в прошлом сезоне. Я сразу понял, что он займет свое место в нашем топе горнолыжных курортов. С одной стороны, сложно сказать, чем именно он нам приглянулся, но в нем просто очень классно кататься и путешествовать. Зона катания объединяет курорты целям Циллер, Кёнигс-Лайтен и Вальд, а это 147 километров отличных трасс и шикарных видов. Также курорт имеет приличную высоту от 580 метров до 2,5 километров и является самой большой зоной катания в долине Цилерталь. На четвертом месте моего топа расположился Сант-Антон, который находится в зоне катания Арльберг. А это самая обширная зона катания в Австрии, которая соединяет курорты Сант-Антон, Лех, Цурс, Штубан и Вард. Итого 305 километров отлично подготовленных трасс. Помимо этого ходят слухи, что к зоне катания хочет присоединиться также курорт Капль из долины Пацнаун. Но больше всего курорт Сант-Антон известен своим фрирайдом. Здесь огромные поля для катания, а благодаря особому микроклимату выпадает много снега и часто можно найти отличный паудер. Ну что, переходим к топ-3 горнолыжных курортов в Австрии. Вы, кстати, написали в комментариях, какие по-вашему горнолыжные курорты достойны занять эти места. В моем же топе третье место занимает курорт Сэрфаус Фисладис. Отличное высокогорное место, которое объединяют три живописные деревушки и курорта. Из которых мне больше всего нравится деревушка Сэрфаус. Представляете, это второе в Австрии место после Вены, где проходит метро. Хотя население там всего несколько тысяч человек. Да, там всего 4 остановки, но зато это позволяет освободить деревушку от автомобилей и спокойно гулять по широким улицам уютными зимними вечерами. Сам курорт имеет 214 километров разнообразных трасс и позиционирует себя как место для семейного отдыха. В лесу подготовлено несколько специальных троп, по которым весело погонять с юными горнолыжниками. Высота курорта достигает 2821 метра и это позволяет комфортно кататься с начала декабря по конец апреля. Ну а на втором месте расположился Зёльден, который занимает отдельное место в нашем сердце. Огромный плюс, что здесь зимняя зона катания объединена с ледниковой зоной. А это 2000 метров вертикального перепада. Верхняя точка курорта находится на высоте 3250 метров. А это позволяет не только проехать по самой длинной трассе в Австрии длиной 15 километров, но и выбрать комфортное место катания по погоде. Например, при низкой облачности можно подняться на ледник и кататься выше облаков, а при высокой облачности напротив спуститься вниз и кататься в долину. Для температуры можно выбрать комфортную, так как разница может составлять до 20 градусов между нижней и верхней точкой. Отдельного упоминания заслуживают широченные трассы в Зёльдене. Например, трассы номер 13 и 38 местами шириной метров 500. Также курорт позволяет всегда найти трассу, где будет поменьше людей. Давайте соберем 1000 лайков, и я засниму для вас инсайт секреты Зёльдена. Ведь именно это наш основной курорт уже на протяжении более 10 лет. А еще перед первым местом я хочу тебя попросить. Если ты уже посмотрел несколько видео, и они тебе нравятся, пожалуйста, подпишись на канал прямо сейчас. А то по статистике в ютубе только 11% просмотров приходит от подписчиков. Подписался? Огромное спасибо! Мне было очень сложно решиться, какой же курорт стоит поставить на первое место. И я все-таки решил, что этого звания больше всего достоин горнолыжный курорт Ижгаль из долины Пацнаун. 90% трасс на этом курорте находится выше 2000 метров. А это вместе с широкими и отлично подготовленными трассами дает шикарное качество снега. Тут большая зона катания, а точнее 239 километров трасс. Отличное расположение городка с живописной пешеходной улицей. Особенностью Ижгля является возможность уехать прямо на лыжах в Швейцарию по трассе Дьюти Фри в горнолыжный курорт Самнаун. Кстати, полный спуск по этой трассе и обзор Ижгля также будет в прикрепленном комментарии. Ну а после спуска вас ждет живописная деревушка с кучей такс-фри магазинов. Также огромным плюсом Ижгля является удобное соединение разных зон катания, что позволяет быстро добраться с одной стороны курорта до другой. Не стоит также забывать, что в Ижгле очень современные подъемники. Например, многие креселки даже имеют подогрев сидений. Для опытных лыжников в Ижгле доступно три живописных маршрута, которые называются Круг контрабандистов или на немецком Шмаглеррунде. Бронзовый маршрут продолжительностью 40 километров, серебряный 41 километр, ну а золотой целых 62 километра. Также Ижгль известен благодаря своим тусовкам, туда часто приезжают звезды мировой величины. Например, я был в Эдальпе на концерте группы Мьюз, и это отдельный кайф следить за своими кумирами прямо на горнолыжном курорте. Ну а теперь, как обещал, рассказываю инсайт по выбору курорта. Во время жизни в Австрии я обратил внимание, что многие сравнительно небольшие курорты гораздо менее забиты людьми, но при этом имеют достаточно классных трасс для комфортного катания. Так, в популярной долине Ацталь, помимо безусловно классного зельдана, имеет смысл посетить горнолыжные курорты Хохюц, Кютай и Обергургль-Хогургль. А в долине Пацнаун, помимо Ижгля, не стоит пренебрегать замечательными курортами Галтюр, Зе и Капль. При этом, учитывая, что на них катается меньше людей, состояние склона в концу дня может быть даже лучше, чем на более популярных курортах. А еще проживание там часто дешевле, поэтому вы можете разместиться ближе к подъемнику. В то же время, до более популярных курортов можно добраться на Скибусе. Например, наши апартаменты Альпсмарт находятся недалеко от горнолыжного курорта Хохюц, но от них на лыжном автобусе можно добраться еще до Зельдана, Обергургль-Хогургль и Кютая. Ну а если вы захотите отдохнуть на одном из этих горнолыжных курортов, то заказывайте проживание по ссылке в описании. Этим вы поддерживаете канал и мотивируете меня выпускать больше видео. Напишите в комментариях, если я забыл какие-то места, а также ваш топ горнолыжных курортов. Ну а теперь советую посмотреть это видео, где мы пробуем посетить 10 горнолыжных курортов за один день. Или этот плейлист с обзорами горнолыжных курортов, в том числе из сегодняшнего топа.